Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 50-ю главу. Иосиф пал на лицо отца своего, и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля, и исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется набальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. У египтян было чрезвычайно развитое искусство бальзамирования, когда нужно было предохранить тело усопшего от гниения. Климат очень жаркий, естественно, тело начинало и сливать очень быстро, и они достигли большого искусства в этом бальзамировании. Египтяне, в отличие от евреев на тот момент, египтяне очень твердо верили в посмертную жизнь и считали, что для этого важно совершить все положенные обряды, совершить бальзамирование. Они это умели делать, и вот они сделали мумию по египетскому обычаю из тела Израиля для того, чтобы его тело можно было перенести и похоронить, как должно в земле ханатской. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется набальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Это очень долгий период, что подчеркивает серьезность скорби. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворному фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так, а отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня». «И теперь я хотел бы пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Слова Иосифа пересказали фараону. «Заклял, то есть взял с меня клятву, что я так поступлю, что я его похороню в земле ханаанской, в этом самом гробе, где уже похоронены другие его предки, которые упоминаются в книге Бытия. И сказал фараон, «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа и братья его и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот оставили в земле Гессем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик». Мы видим те абсолютно дружеские, абсолютно благожелательные отношения, которые существуют в этот момент между евреями и египтянами. Мы видим, что похороны, они превращаются в такое проявление братства, которое существует между ними. Египтяне отправляются хоронить Израиля вместе с Иосифом и показывают ему свое глубокое сочувствие и всяческую поддержку. «И дошли они до Горен-Гаатта при Иордании, плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделалось в плач по отце о своем семь дней. И видели жителей земли, то их на ней плач Горен-Гаатта от Татья и сказали «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя-месту тому плач египтян, что при Иордане. Плач по покойнике в древнем обществе знаменовал не только естественные человеческие эмоции, когда умирают кто-то близкий, но и глубокое почтение, глубокое уважение. Это было частью воздаяния почестей покойнику, и в то же время это помогало близким пережить эту скорбь, эту боль утраты, поскольку много других людей плакали вместе с ними и оказывали им поддержку в их горе. «И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедовал им, и отнесли его сыновья его в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрома Хитиянина, Редмамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего». Происходят похороны, и это такое вот торжественное событие, которое, ну, не торжественное, конечно, не в смысле радостное, а в смысле такое церемониальное, серьезное очень событие, в котором принимают участие вместе евреи и египтяне. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали». Умер отец, и братья Иосифа начинают бояться за себя, за свою жизнь. Почему? Потому что вообще в истории, и в истории древней, и в истории средневековой мы видим, какие кровавые формы может принимать соперничество между братьями. Если мы почитаем истории наших князей, если мы почитаем истории каких-нибудь мировингов и королингов в Западной Европе, то мы видим, что братья, которые делят между собой престол, они обращаются друг с другом чрезвычайно плохо, гораздо хуже, чем они обращаются с чужаками. И это обычное вообще дело. И братья испуганы, они думают, вдруг от такого поведения Иосифа удерживало только то, что жив его отец. И они сейчас испугались. «И послали мне сказать Иосифу, отец твой перед смертью свою завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грехах, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Почему он не причинит им никакого вреда? Потому что он боится Бога. И мы видим, как здесь проявляется характер Иосифа. Это человек, который все время боится Бога, человек, который все время ходит перед лицом Божиим. Еще будучи юношей, он уклоняется от объятий жены Патифара. Почему? Потому что он говорит, «Как я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» То есть для него самое важное – это Бог. Он не хочет согрешить перед Богом. И он боится Бога, и поэтому он прощает своих братьев. И вот мы видим, как Библия здесь проповедует добродетель прощения. Это необычно для древней культуры. Для древней культуры обычно прославлять месть. Эпос, он часто прославляет месть. Они наших обидели, а мы пошли и их так обидели, что они уже потом больше не высовывались. Месть подается не просто как возможность, но как что-то обязательное. Ты должен отомстить. Ты должен показать, что с тобой лучше не связываться. Но здесь Иосиф прощает своих братьев. И он говорит, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь. Сохранить жизнь великому множеству людей». «Вы умышляли зло, но Бог обратил это в добро». И действительно много зла случилось с Иосифом. Иосиф был предан и продан родными братьями. Сначала его чуть не убили, потом они его продали в рабство. Он попал в рабство. В рабстве он работал на чужого дядю, на этого потифара. И он, несмотря на то, что он был рабом, он очень старался, он очень добросовестно, очень честно себя вел. Он приобрел доверие этого самого потифара. Потифар поставил на всем домом своим, благодаря тому, что он так безупречно себя вел, заботился об имуществе своего хозяина. Тут его жена потифара облыжно обвинила. Он загремел в тюрьму и сидел там годы, пока о нем не вспомнили. Много с ним приключилось зла. Много он сталкивался с несправедливостью. Но он говорит, Бог обратил это в добро. Так работает, таинственно работает Божий промысел. Даже когда люди сталкиваются в своей жизни со злом и несправедливостью, Бог обратит это к добру. Это один из уроков, который дает история Иосифа в Библии. И поэтому мы не должны приходить в ярость, мы не должны гневаться, мы не должны пытаться кому-то отомстить. Бог знает, как он это все повернет. Бог знает, что он из этого сделает. И здесь Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То есть сохранены благодаря всей этой истории жизни потомков Израиля и жизни множества египтян, которые бы просто поумирали бы с голоду. «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорю по сердцу их. Мы видим здесь пример того, как действует благодать, поскольку Иосиф здесь выступает как прообраз Христа. Мы видим, что он не только отказывается мстить тем, кто с ним поступил несправедливо. Он говорит, «Я буду питать вас и детей ваших». Он отвечает на зло не просто тем, что он отказывается мстить, но тем, что он активно благотворит людям, которые его обидели. И в Новом Завете мы видим эти слова Господа «Благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». И этот образ действий мы видим в Библии первый раз на примере Иосифа. Это последовательно проводящийся пример библейской этики. Мы призваны прощать, и мы призваны даже богодетельствовать тем, кто с нами поступил несправедливо. «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего сто десять лет. И видя Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Моносии, народились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». Бог вас выведет из земли сей. И это кажется не очень привлекательно, это как-то звучит. Потому что они в Египте живут очень хорошо. У них чудесное отношение с египтянами. Египет — это вполне благополучная земля. Если не считать вот этого периода голода, ну, голод бывает по всей земле. А так в Египте разливается Нил, и там все достаточно хорошо, достаточно богоустроено. И кажется сказать, ну вот хорошо, что кончились наши приключения, хорошо, что мы осели в этом Египте, теперь будем жить не тужить. Жить поживать да добра наживать. Зачем нам куда-то еще идти? Нам здесь хорошо. Но Иосиф говорит, «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся на Браму, Исааку и Иакову». В планах Бога не то, чтобы вы здесь осели. Бог вас выведет отсюда. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф в 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». И вот Иосиф наконец умирает, и он берет клятву со своих сыновей, со своих родственников, что они его унесут и отсюда вынесут в землю обетованную его кость. Почему? Потому что Божье обетование связано именно с этой землей, не с Египтом. Египет — это временная остановка. В Египте они остались на время. Это не их дом. И, как мы уже говорили, это прообраз новозаветных верующих, которые могут жить в этом мире и даже в этом мире прижиться, чувствовать себя богоустроенно. Но наша Родина не здесь, наша Родина на небесах. Мы с вами завершили чтение книги «Бытия», и мы читаем Священное Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова